Сегодня 28 сентября 2022 года, среда. Дело в том, что когда я говорю, что у лидера должно быть 6 качеств, это первое, воображение, дальше, знание, умение, решительность, беспощадность, привлекательность. Потом объясню. Так вот, что означает воображение? Конкретно сегодня со мной было. Каждое утро я прихожу сюда к 5 часам, а уже темно. И посмотри, какое небо, какие облака. Нет ни одной звездочки сегодня не было. Никаких огней нету. А здесь у вас маленько свет просвещен. Я вышел точно здесь, но впереди руки вот так держу. Вот калитка первая. Вон там у меня, покажи калитку где, около дома, где я живу. Там видно где. Вот. И прохожу сюда. Сегодня отсюда вышел, не знаю, где дом этот кончился. Я забрел вот сюда вот. Мне кажется, я мало прошел доски, значит, разворачивай назад. Теперь что, вперед. Как попасть? Я руки... Никакой вот это, видимо, я забрел сюда. Проще всего было бы дать свет и пройти. Нет. Я считал о том, как идут за языком. Немца взять. Они часа два, в темноте сидят эти бойцы. И потом идут, не знают. А я все знаю. Вышел и вижу, уже видать там огни. Это значит, я прошел это. Видимо, попал в широкие ворота, незакрытые. Дальше ногами нащупывать надо вот эта тропинка. Она вот рядом. Посмотри, где тропинка идет. Я мимо ее прошел и не натопнулся на стол. И вышел у Надежды Васильевны ее дома. Вон там, где берет эти деревья. Посмотри, куда упрел. И вот оттуда теперь я стал на ощупь дверью, ворота. А, вон где. А тут пошел крапива, руки жалит. Дошел, дошел, дошел. И все-таки я нашел свою калитку и вошел. Почему? Потому что то, что в жизни у меня бывало, я стараюсь все это повторять. Вот взяли в морфлот. Первое. На трапах, когда вот поднимаешься, никогда шагом не ходить. Туда и обратно только бегом. У меня по сегодняшний день, в 60 с лишним лет позади, и все еще бегом бегаю. Понятно? Один раз это наказали. Другая решила женщина развести с мужем. Еще-то пришла, так говорил. Он не знает, как не делить квартиру, машину. Он решил ее убить. Она когда вышла, у него мелкокалиберная, и он из форточки убил ее. Поэтому я когда лезу к голубям, я воображаю, что кто-то там недруг селится в меня, и я быстро-быстро-быстро по лестнице. Мне это не мешает. Понятно? Воображение. Вот как будто бы к тому не относится. Нет, это относится. И вот сегодняшний день у меня такой первый раз. Я всегда иду, и вот так руки держу, и прохожу точно, потому что какие-то контуры видать. Сегодня ничего не видать. Я не могу никак тропинку нащупать. А тут трава. Что за трава? А когда начал щупать деревья с левой стороны, у меня с левой стороны нет дерева, только с правой. И тогда я побрел как слепой. Я думаю, я слепой я всю жизнь. Благодарю Бога. И всем это передаю. Учитесь на всяких случаях, какие с кем-то случались. Вот вы едете сегодня там машины. Посмотри, где какие аварии были. Дорогой не сиди с ним просто так, а рассказывай, рассказывай, опыт. Мы ехали когда дорогой, мы видели перепрокинутые грузы, таро там валяется, там мертвые руки торчат только. Почему? Не то делали, что нужно. Правила достаточны для того, чтобы остаться живым. И никогда не спорить. У меня сестра что-то стала говорить, милиционер остановил ее. Он говорит, 10 рублей. Тогда было это. Она говорит, да я... Он говорит, 15. Я хотела сказать, 20 рублей. Я поняла, еще одно слово будет 25. Я говорит, заплатила и поехала. Я видел в Америке, когда штрафуют, копы называются. На мотоцикле он догнал ее. И она вышла, я вижу, записывает, что есть. Все платить. Из Англии приехали как-то из Аргентины где-то. Там 30 машин поставили в том месте. Всем в щель. Там щель специально толкнули. Столько там платить надо. Они подошли скорее. Один сейчас пройдет, уже платить не 5 долларов, а 10. Вот как надо учиться жить. До свидания. Тороплюсь. Время может быть последний день. Я с вами. Если вам трудно отдать это, я пойду с вами. Отдадите? Все, подарки, которые я посылаю судье. Это не взятки. Суд уже окончился. Книги, Библию. Отблагодарить адвоката, секретаря. Всем я послал Слово Божие. С Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Возьми аппарат с собой, там дорога, где что ехать. Интересные моменты сними, чтобы что-то...